Занятие гимнастикой, хореографией и лёгкой атлетикой – дело, конечно, хорошее, говорят фигуристы. Но хотелось бы уже выйти на лёд. А вот с этим в спорткомплексе «Орлёнок» большие проблемы. Вот уже полтора месяца. Работает на сегодняшний день один компрессор. Вы вот видите, вроде как бы немножко морозит лёд. Но никто не даёт гарантии, что завтра этот компрессор не умрёт. Так уже было. Лёд залили, пару дней потренировались, потом холодильная установка вышла из строя. Покрытие растаяло. Подключили резервную, но и она в скором времени дала сбой. Оборудование очень старое, констатирует директор спорткомплекса Николай Гараев. Вот сейчас мы, в конце концов, одну сделали, вторая у нас не восстановлена. Сами понимаете, что в любой ситуации, когда холодильная установка останавливается, мы подключаем резервную. Сейчас, в данный момент, нам подключить резервную нет возможности. Работает одна установка. Попытаемся её восстановить. Очень будет сложно, но постараемся. Вынужденным простоем возмущены родители юных спортсменов. Полтора месяца отсутствия полноценных тренировок не лучшим образом скажутся и на спортивной форме фигуристов, и на результатах. А ведь Пермская школа фигурного катания входит в тройку лучших в России. На сегодняшний день, в середине августа, были всероссийские соревнования. Наши ребята не поехали. Следующие старты в сентябре, соответственно, тоже никто не поедет. В летнее время все сборы проводятся не в Перми, а проводятся где-то за пределами. Проблему «Орлёнка» необходимо решать системно, уверены и родители, и тренеры. То есть произвести капитальный ремонт здания и замену оборудования. А ещё лучше построить новый современный каток. И такие планы были. «Голубая мечта» — новый спортивный комплекс. Этот макет появился примерно пять лет тому назад. Но сказать, когда начнётся строительство, и начнётся ли оно в таком виде вообще, сейчас не берётся никто. Денег на это в бюджете текущего года нет. По следующему году вопрос также открыт. Руководство «Орлёнка» на походы по высоким кабинетам потратило уйму времени. И дело вроде как сдвинулось с мёртвой точки. По словам Николая Гараева, в администрации Перми приняли принципиальное решение выделить 15 миллионов рублей на приобретение и монтаж новой холодильной установки. Но пока поправки к бюджету утвердят депутаты городской думы, пока оборудование будет закуплено и смонтировано, пройдёт ещё несколько месяцев. А там уже и недалеко до Олимпиады в Сочи. Шансов попасть на которую вся эта история пермским фигуристам не добавляет. Екатерина Плевщикова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.